Здание прачечной детского сада номер 62 на улице Загейма со времени постройки в 1968 году ни разу не видела ремонта. За это время здесь окончательно износилась канализация, потрескалась плитка, по стенам пошел грибок. От полотенец и постельного белья, которые ежедневно поступали сюда на просушку, в последнее время постоянно чувствовался затхлый запах. Понимая, что антисанитарные условия могут нанести вред здоровью детей, руководство садика и родители воспитанников решили выступить с инициативой о включении объекта в губернаторскую программу «Решаем вместе». И вот долгожданный ремонт завершен. В первую очередь, конечно, нас порадовало то, что восстановили полностью канализацию в здании, прекратились засоры. Общее санитарное состояние значительно улучшилось. Ну и, соответственно, ту услугу по присмотру и ходу, которую мы оказываем, конечно, она значительно улучшилась, возросла и стала качественней. На выделенные из бюджета 300 тысяч рублей удалось обновить плиточное покрытие, произвести косметический ремонт, установить пластиковые окна. Благодаря проекту «Решаем вместе» удалось поменять окна и в еще одном детском саду на улице Загейма. Здесь в кратчайшие сроки были установлены панорамные стеклопакеты в двух группах. Окна были старые, детскому саду 33 года. С основания детского сада стоят эти окна. Естественно, они рассохлись, растрескались. И мы очень рады, конечно, что появилась эта программа «Решаем вместе», которая помогает нам решать насущные вопросы. Губернаторский проект «Решаем вместе» пришел в этом году в 80 дошкольных учреждений региона. Более 30 миллионов рублей было выделено на ремонт детских садов. На сегодняшний день работы завершены в 70 из них. Александр Захаров, Антон Комаров. День в событиях.